Добрый вечер. Сначала книги Шмот у нас уже 51 урок. Мы находимся в недельном разделе Мишпатим. Законы Торы, касающиеся гражданского права. Вот 21 глава, 22 стих сказано так. А если люди подерутся? Если предыдущий отрывок говорил о том, что люди ссорятся, ссориться – это значит словесная перепалка, а вот здесь уже в ход пошли руки. Если люди подерутся и толкнут беременную женщину, то есть она не часть ссоры, они додрались между собой, но лес рубят, щепки летят, и в ходе борьбы друг с другом они нечаянно толкнули беременную женщину. И у нее случится выкидыш, но не будет беды. А выкидыш – это что, не беда? Что значит «не будет беды»? Придется выяснять. Кто его наказывает? То есть того, кто был виноват в выкидыше, того, кто толкнул эту беременную женщину так, что она выкинула, его наказывают. Каким образом? Он заплатит посредством судей, через суд, когда муж этой женщины потребует от него, или того, что муж этой женщины потребует от него. Что имеется здесь в виду, пока не очень ясно. Продолжает дальше Тора еще один стих. Если же будет беда, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб. Как понять этот отрывок? Сразу скажем, что ситуация, которая здесь описывается, то есть в которой был убит человек, но убит он был не в результате того, что кто-то намеревался его убить. А с другой стороны, трудно назвать это и непреднамеренным убийством, потому что в драке драка была серьезная. То есть это ситуация, в которой человек намеревался убить одного, а по ошибке убил другого. Вот здесь затрагивается как раз в этих стихах, потому что когда если будет беда, и это пограничная ситуация, не очень понятно, как к ней отнестись. Отнестись к ней как к преднамеренному убийству, поскольку человек вообще-то собирался убить только что другого. Или не к преднамеренному убийству, поскольку того, кто стал жертвой этой ситуации, того, кто погиб, не был намерен его убить. Как быть? Но еще, прежде чем мы дойдем к вопросу этому, здесь есть еще целый ряд вопросов, которые нужно осветить. Итак, если люди подерутся и толкнут беременную женщину, то есть люди-то дерутся друг с другом, и при этом один из них, пытаясь ударить другого, ударит женщину. Но не будет беды, имеется в виду, что тогда означает не будет беды, если в конце сказано, если же будет беда, то отдай душу за душу. Это означает, что не будет беды, имеется в виду, что для самой женщины беды не будет, то есть она не погибнет в результате. И все, что здесь произошло, это сам выкидыш. То есть был причинен здесь ущерб, ущерб физический. Как к этому отнестись? Мы уже знаем, что, и подчеркивали это не раз, что законодательство Торы, оно не направлено на то, чтобы наказывать нарушителей, закона, виновников, преступлений, грешников и так далее. Это не функция суда. А цель всех этих законов – это устранить ущерб, восполнить этот ущерб, компенсировать его и добиться того, чтобы в дальнейшем этого не было. Вот это цель. Как относится Тора к этому случаю, когда был нанесен здесь ущерб физический? Тора говорит, что того, кто в этом виноват, его наказывают. Через судья он должен заплатить. Все это измеряется деньгами. Как измерить деньгами этот физический ущерб? В принципе, основы уже были сданы в предыдущем отрывке. А именно, есть целый ряд выплат, которые Тора обязывает выплачивать человека, нанесшего физическое повреждение другому. Во-первых, это то, что называется «незык». Это означает, насколько этот человек… То есть, непосредственный ущерб. Таким образом, этот человек стал меньше стоить, чем он стоил раньше. Не так уж просто это определить, но технологии, по крайней мере, существуют. А именно, если бы мы этого человека продавали, скажем, если бы человеку повредили руку, то сколько бы стоил такой человек, продаваемый как раб, со здоровой рукой, и сколько он стоит сейчас с поврежденной рукой? Вот разница между этими двумя суммами означает «незык». Вслед за этим нужно уплатить еще и за медицинское обслуживание, все затраты по лечению, плюс нужно еще уплатить за боль, и за унижение, и за простой в работе. Вот это вот пять выплат в случае физического ущерба. Здесь каким образом определяется этот ущерб? То есть его заказание того, кто толкнул эту женщину, заключается в том, что он должен заплатить ее мужу возмещение за выкидыш. А каким образом определяется эта компенсация? Сколько нужно здесь платить? Прибегает здесь Аллаха к тому же самому принципу. То есть представим себе, что эта женщина продается как рабыня на невольничьем рынке. Сколько стоит беременная рабыня? По сравнению с тем, сколько стоит небеременная рабыня? Очевидно, что беременная рабыня стоит дороже, потому что если ее человек покупает как рабыню, когда она родит, то у купившего его будет сразу навар, а именно у него появится еще и раб. Новорожденный станет тоже его собственностью. Понятно, что стоит теперь, уже после выкидыша она стоит теперь меньше, и вот разница в этих двух ценах, она и представляет собой компенсацию, которую толкнувший должен заплатить. Все это, как говорит Тора, когда не случилось никакой беды с самой женщиной. Но если случилась беда, отдай душу за душу. Если случилась беда, говорит Раши, что означает отдай душу за душу? Какую душу здесь нужно отдать? И чью душу нужно отдать? И кому ее нужно отдать? Раши говорит, что здесь мудрецы Талмуда не пришли к единому мнению, потому что ни с точки зрения логики юридической, ни с точки зрения уточнения текста прийти здесь к единому мнению оказывается невозможно. А именно, некоторые говорят, одни говорят, душа имеется в прямом смысле. То есть отдай душу, это означает, что убийцу нужно лишить жизни. За что? За то, что он убил женщину. Правда, он намеревался убить своего противника. Но так неловко размахнулся, что вместо того, чтобы прибить своего противника, он прибил ни в чем не повинную женщину. Но поскольку здесь имело место намерение убить, рассматриваем это как намеренное убийство, которое карается по закону Тора смертной казни. Другие говорят, нет. Имеется здесь в виду та же снова денежная выплата. Только уже не за выкинутый плод, а за саму убитую женщину. То есть тот, кто хотел убить одного человека, но по ошибке убил другого, он не подлежит смертной казни. То есть мы рассматриваем это как непреднамеренное убийство. И в таком случае он только должен выплатить его наследникам компенсацию. Сколько? Ну, сколько стоит погибший человек? А сколько он стоит? Опять же мы спрашиваем, сколько человек такого возраста, такой трудоспособности, сколько он бы стоил на невольничем рынке, если его продавали бы как раба? Вот эту самую сумму и должен убийца заплатить наследникам убитого. В данном случае наследник погибшей женщины – это ее муж, или если нет мужа, то ее сыновья. Ну и дальше Тора перечисляет. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб. То есть, получается, если есть, если прочитать это так, как читают это и понимают это миллионы людей, имеется в виду так, значит, два человека подрались, неловко они кого-то здесь ударили. Один вариант – случился выкидыш, и никакой беды. Второй вариант – случилась совсем беда, то есть, женщина погибла. И еще один вариант – случилась беда, но не такая страшная. То есть, выбили глаз, или зуб, или еще что-нибудь, компенсационное право. Здесь глаз за глаз, зуб за зуб и так далее, и так далее. Что все это означает? Говорят наши мудрецы. Глаз за глаз означает, что выбивший глаз своему ближнему должен оплатить причиненный ущерб в соответствии с уменьшением выночной стоимости последнего из-за увечья. Точно так, как говорилось и объяснялось до сих пор. То есть, оцениваем, сколько стоит такой раб с двумя глазами, и сколько он стоит сегодня, будучи одноглазым. Разница в цене – это и есть нызык. Столько, сколько нужно заплатить потерпевшему человеку, помимо всех остальных плат за лечение простой в работе, за боль, унижение и так далее. Таков закон, это не только по отношению к глазу, таков закон во всех подобных случаях. Писание вовсе не подразумевает лишение виновного соответствующих частей тела. То есть, вот такого права, которое описано, скажем, в кодексе Хамурапи, что тому, кто выбил глаз своему ближнему, ему тоже нужно выбить глаз, этого в Торе нет. Так утверждают наши мудрецы, и так здесь фиксирует это Раши. Имеется здесь в виду, лишь, как так учат наши мудрецы, лишь компенсация за физическое повреждение. Вопрос. Но ведь в тексте написано прямо вот глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку. Приходят мудрецы и говорят, не, не имеется в виду прямо уж так вот буквально глаз за глаз. Имеется в виду денежная компенсация. Суден-доги люди говорят, ну, конечно, Тора в древности, как и кодекс Хамурапи, требует выбить глаз, тому, кто выбил глаз, требует выбить ему глаз в отместку за то, что он выбил глаз. Только потом уже, когда евреи познакомились с более гуманной греческой культурой, то вследствие знакомства с греческой культурой уже более облагороженные нравы мудрецов привели к тому, что они постарались прокомментировать это совершенно иначе, дать такой облагороженный гуманистический комментарий тому зверскому закону, который дала Тора. Настолько люди в этом уверены, что любопытно даже, что авторы основной книги христианской веры и Евангелия вкладывают в уста основателя христианства следующую фразу в Нагорной проповеди. Он говорит, «Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому». То есть, выставляет он здесь две вещи. «Вас учили», значит, в Торе написано око за око, зуб за зуб, это значит, «отомстить тому, кто выбил тебе зуб, отомсти ему, выби ему зуб, а я вам говорю с одним-другим, не протився злому». Но приходится сказать, что автор Евангелия не очень был знаком с Торой, и его познания были, прямо скажем. Ведь прежде всего попробуем посмотреть на ситуацию и на текст. Действительно ли можно сказать, что в тексте написано вот так вот, глаз за глаз, буквально, а потом уже мудрецы это толкуют и, выворачивая наизнанку, говорят, что имеется здесь в виду только компенсация, а не больше того. Прежде всего, с точки зрения логики. Если идея здесь, как, если просто прочитать эту фразу, «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану», что это значит? Это значит, что должна быть санкция, соответствующая тому преступлению, которое было совершено. Руку за руку, зуб за зуб, глаз за глаз. Так вот. Но если мы скажем, что имеется в виду то, что написано в кодексе Хамурапи, что если человек выбил кому-то зуб, то надо ему выбить зуб, если человек выбил кому-то глаз, надо ему выбить глаз, то получается сразу нарушение этого самого принципа. Почему? Во-первых, классический пример, который всегда приводит, представим себе, что тот хулиган, который выбил другому глаз, сам был одноглазый. Значит, был человек двуглазый, ему хулиган-террорист выбил один глаз. Ну, теперь мы его сейчас будем наказывать и тоже ему выбьем глаз. Но он-то одноглазый бандит. А одноглазый бандит, он теперь станет совсем слепой. Явно здесь нарушается этот принцип, если ему, если понимать это буквально и выбивать ему глаз, то есть в этом случае явно принцип соразмерности преступления и наказания оказывается нарушен. Или, еще один вариант, даже если он, предположим, бандит этот неодноглазый, и он вообще не бандит, они просто подрались. Люди подрались. Но тот, кто подрался, подравшись, выбил глаз другому, он сам работает в профессии, которая требует от него зрения. Например, он часовщик. Или он занимается огранкой алмазов, или что-нибудь. Ему нужно хорошее зрение. А человек другой, ему те глаза, ну так вообще, два глаза лучше, конечно, всегда, чем один. Но так как он работает с пастухом, он и с одним глазом вполне может. Здесь тоже будет, если мы здесь отомстим человеку, выбьем ему глаз, то ущерб, который он понесет, будет куда более серьезным. С рукой тоже самое. Один человек работает пастухом, так, если у него, скажем, ему кто-то откусил палец, то без одного пальца вполне может быть. А другой человек, он ремесленник, если ему откусить указательный палец, то в результате он совсем лишится своей работы. Так что, сказать, что можно одинаково применить по отношению ко всем вот этот самый принцип соразмерности преступления и наказания, он явно здесь не наблюдается. Более того, или как пишет это Рамбан, что подтверждением слов наших мудрецов, которые сказали, что глаз за глаз имеется в виду материальная компенсация и выплата, служит сказанное выше. Ведь в предыдущем отрывке, когда шла речь о том, что люди поссорились, не подрались, но поссорились. Правда, поссорившись, перешли сразу на высокие тона, а потом кто-то всё-таки и пустил тоже руки в дело. И сказано так, если люди поссорятся, и один ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрёт, но сляжет в постель. Там ударит, и не случайно ударит, кстати, а ударит именно в драке с тем, чтобы ударить. То что сказано? То ударивший должен заплатить за простой в работе, и за лечение. Так написано там, в Торе, это всего лишь двумя-тремя стихами выше. Теперь представим себе, о чём идёт речь. Итак, люди подрались, люди поссорились. Один из них не выдержал и ударил своего обидчика. в результате того, что он ударил, тот слёг в постель. Теперь мы говорим, значит, так, обидчик, поскольку он слёг в постель, ты ему должен заплатить, ты ему должен заплатить и ущерб, и простой в работе, и из-за лечения. Погодите, но если есть такое законодательство, что мы мстим обидчику, и если тот ударил в результате этого его жертва, слёг в постель, то мы сейчас должны его привезти в суд, его ударить, чтобы он тоже слёг в постель. Но тогда он сам будет нуждаться в медицинском, в медицинском обслуживании, у него тоже будет простой в работе. Тогда почему он должен оплатить, получается абсурд, нонсенс, почему он должен оплатить своей жертве за простой в работе и за медицинское обслуживание, когда он сам сейчас нуждается в тех же самых вещах, он сам сейчас, будучи отмщённым судом, он тоже сейчас ему ударили, он валяется в постели. Кстати, тоже само по себе является довольно непростым. Как так? У нас должен быть судебный исполнитель, который сможет ударить его, хулигана, так, как он ударил свою жертву, а как мы сможем точно измерить, какой силой был удар и насколько он болезнен. Нонсенс. Пишет Ромбан, а если мы нанесём ударившему такое же повреждение, которое нанёс он, то почему же он должен платить, он сам теперь нуждается в компенсации за перерыв в работе и за лечение. Это добавим ещё два аргумента, то, что написано здесь в Торе, никак нельзя понимать буквально. И то, что сказали мудрецы, это не облагороженное толкование стиха, а это просто простое значение того, что здесь написано. ведь фраза, казалось бы, очень простая. Если же будет беда, то отдай душу за душу, глаз за глаз. Значит, какой глагол отдай? Душу за душу, глаз за глаз. Ну, по поводу души за душу ещё можно понять слово при использовании глагола отдай. То есть, один здесь, мы сказали, совершил непреднамеренное убийство, и тогда он должен отдать душу. Было у нас два мнения, либо он должен отдать свою собственную душу, то есть, быть казнённым за намеренное убийство, или он должен отдать выкуп, компенсацию денежную наследникам погибшего, столько, сколько он стоил. Но что означает в продолжении? Отдай зуб за зуб, отдай глаз за глаз. Если мы сказали, что глаз за глаз, если представить себе, что глаз за глаз означает, так как это в кодексе Хамурапи, что нужно выбить глаз тому хулигану, который выбил глаз своей жертве, то это не называется отдай. Что здесь отдай? Скорее забери. Возьми глаз за глаз, возьми зуб за зуб, выбей зуб за зуб на худой конец. А что значит отдай? Отдай – это когда я беру что-то, даю другому человеку. Что здесь даётся, если выбивается глаз? Это первое. И, наконец, самое простое. Значение семантика, значение слов. Глаз за глаз. По-русски всё просто. Глаз за глаз. А в оригинале. Айн, тахат, айн. Вопрос, умеем ли мы правильно читать эту фразу, состоящую из трех слов? Точнее, на самом деле, слова всего здесь два. Потому что глаз за глаз, айн, тахат, айн. Значит, всего два слова. Айн, но это уж точно глаз. А вот второе слово, тахат, как мы его переводим на русский язык, за. Вот слово тахат, оно может быть переведено двояко. Оно может быть переведено за то, что, и оно может быть переведено в место. Это два его значения, по словарю и по всему Танаху, если мы проверим. По всей Торе, по всем книгам пророков и Писаний. В каком значении используется это слово тахат? Так вот, оказывается, что в подавляющем большинстве слово тахат используется не за, а в значении вместо. Как, например, когда Тора приводят списки израильских царей, это не в Торе, простите, это в книгах пророков, то приводится это в такой форме. Ваймлох, плони, тахат плони. И воцарился царь такой-то вместо царя такого-то. Он не воцарился, из-за. Он не воцарился за. Он воцарился вместо. Был один царь, он ему уступает вместо, и теперь вместо него и другой царь. Значит, правильное прочтение, если абсолютное большинство, больше 90% случаев в Танахе слово тахат используется именно в значении вместо. Значит, правильно перевести эту фразу айн, тахат айн, будет не глаз за глаз, а будет глаз вместо глаза. Иными словами, выбил глаз. Отдай ему глаз вместо выбитого тобой глаза. В идеале, если бы в аптеке в центре города продавались бы запасные глаза, тому, кто выбил глаз, нужно было бы сейчас побежать в аптеку, купить новый глаз и отдать пострадавшему новый глаз вместо выбитого глаза. глаз. Но глаз в аптеке не продается. И в ближайшие столетия, пожалуй, тоже вряд ли можно себе представить, что такое будет. Значит, в реальных условиях. Что означает отдай глаз вместо глаза? Это означает отдай стоимость выбитого глаза. И тогда это общий принцип всего компенсационного права. Ты нанес человеку физический ущерб, ты должен отдать ему что-то вместо того органа, который ты повредил. Оценить орган другим способом, кроме как денежным, невозможно. И тогда полное равенство, все органы равны. То, что Тора здесь и говорит. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку. Все органы одинаковы в этом плане. Когда они становятся и рука, и зуб, и глаз, когда они становятся, когда они перечисляются на языке цифр. Он, цифры их обезличивает, и мы только высчитываем, сколько же нужно здесь заплатить. А как мы высчитываем, сколько заплатить? Просто, как мы уже сказали. Сколько стоит человек как раб, когда у него два глаза, и сколько он стоит как раб, тот же самый человек, будучи одноглазым. Риман так объясняет это в общем-то на фойлерш. Талмуд отмечает, что с точки зрения морали абсурдно принимать этот закон буквально, то есть это не просто в силу нашей гуманности мы не хотим понимать этот закон буквально, а попросту любая попытка понимания его буквально она приводит к абсурду. Что если, например, одноглазый человек лишает глаза того, кто имел два здоровых глаза, и в результате наказания он лишается единственного глаза? Этот аргумент мы уже упомянули, то есть абсурдность. Из них лишь, из одних лишь этих объективных заключений можно было бы ясно, должно быть ясно, что логическое объяснение денежного возмещения как единственного средства компенсации, предусмотренного законом для таких случаев является единственным возможным. Более того, и сейчас самое главное, детальное изучение слова тахат приводит к тому, что мы понимаем его не за, а вместо, глаз вместо глаза, которым фактически покоится вся эта конструкция и обнаружит, что такое объяснение является также самым верным букве текста, не только духу закона, но и букве закона, не глаз за глаз, а глаз вместо глаза, так правильно перевести. В подавляющем большинстве примеров, когда слово тахат встречается в Писании, оно означает компенсацию, замещение, а не наказание. Так что глаз за глаз означает попросту, что преступник должен заменить глаз или любой другой орган, который он повредил. А как его заменить? Если они бы продавались органы в аптеке, побежал в аптеку, купил, дай новый орган, но поскольку этого нет, то нужно выплатить компенсацию своей жертвы. А лишение преступника глаза никоим образом не восстановит тот глаз, который он отнял уже раз. Это компенсация. Если хулигану тоже выбьют глаз, то от этого потерпевшего нового глаза не прибавится. Никто ему не вставит никакой компенсации не получил. Только что отомстили нехорошему человеку хулигану не больше того. Стало быть, понимать этот закон можно только так, как его объяснили мудрецы, это верно, и с точки зрения общей логики и справедливости, это верно и с точки зрения буквы закона, то есть текст, иначе попросту понять невозможно. Теперь мы можем смело перейти к следующему закону. Если человек ударит своего раба или свою рабыню в глаз, глаз оказывается здесь продолжением темы, только если в предыдущем случае речь шла про неумышленный удар по глазу, то здесь хозяин может быть даже умышленно бьет своего раба и повредит ему, так что тот потеряет глаз, то надо отпустить его на волю за глаз, то есть раб в этом случае потеряв глаз либо какой-то другой свой орган, он попросту получает свободу, выходит на свободу и хозяин не может его задерживать. И если он выбьет зуб своему рабу или своей рабыне, то пусть он отпустит его на волю за его зуб. Может быть здесь остановимся еще на одной детали. чуть выше было сказано глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб. Рана и ушиб. В результате удара может быть причинен рана, может быть причинен ушиб. в этом случае, во всех случаях мы говорили, что нужно заплатить, есть пять выплат, как минимум. Чем отличается рана от ушиба? Говорит Раши, что рана это удар, при котором разрывается плоть и выступает кровь. Все выплаты, эти пять выплат, которые нужно выплачивать в случае физического повреждения, они учитывают, как мы сказали, во-первых, это уменьшение стоимости пострадавшего, его оценивают как раба на рынке, это тоже называется НЭЗЭК, прямой ущерб. Если же он слег, продолжает Раши, обидчик платит ему за простой в работе, вторая выплата, и оплачивает лечение, третья выплата, платит за позор, четвертое, за унижение и за страдание, моральный ущерб, боль, тоже плачутся. Вот пять. Здесь возникает вопрос, обидчик обязан платить компенсацию за причиненные им страдания, даже в том случае, когда он оплачивает ущерб. Раши поднимает здесь следующий вопрос, который на самом деле обсуждается еще в том, предположим, что в результате нанесения физического ущерба пострадавший потерял руку, и теперь он однорукий. Нужно ему заплатить, во-первых, на язык, то есть непосредственный физический ущерб нужно оплатить, каким образом мы его оцениваем, сколько стоил бы этот человек, продаваемый как раб, с двумя руками, и сколько он стоит теперь одноруким. Разница. Вот он, на язык. Теперь мы говорим, да, но за боль тоже нужно заплатить. Почему бы здесь тот, кто виновник этого несчастья, не сказал бы, почему это я должен заплатить за боль? Ведь на самом деле, если в результате моих действий он потерял руку, я за это заплатил, за потерянную руку, это все равно, что я его руку себе купил. Он теперь без руки, а я без денег. Я ему отдал деньги за что? За руку. Значит, рука моя. Коли рука моя, значит, я ее оторвать имею право? Оторвать право. Он продал мне руку. Продал мне руку. Почему же я должен ему за боль платить? Это вообще болезненная штука, руку оторвать. Я уже заплатил, заплативши ему за руку, я уже за все заплатил. То есть, в этом уже заложены по идее и боль, поскольку невозможно иначе руку. Нет, говорит ему Аллаха, возможно. Можно руку у человека, можно ему ампутировать. Так что он это боли не почувствует при помощи усыпления, при помощи анестезии и так далее. Так что в этой ситуации он не почувствует боли. Поэтому, несмотря на то, что выплачивается за саму потерянную руку, при всем при этом нужно заплатить еще и за боль, и за унижение. 28 стих. «Если бык забодает мужчину или женщину, и они умрут, то быка надо побить камнями, и мясо его не есть. Но хозяин быка чист». Произошел несчастный случай. Бык, вообще-то, обычно животное достаточно мирное. Если так получилось, что он кого-то забодал, понятно, что мы здесь не обвиняем быка в убийстве. бык не человек, не обладатель свободы выбора. Но вместе с тем оставаться живым он не должен. То есть, животное, через которое пришла такая беда, как гибель человека, оно не должно в мире оставаться. Он уничтожается. Его надо побить камнями. А мясо его не есть. Очень странная вещь. А что, мы могли бы подумать, что мясо его можно есть? Ведь это же на самом деле наведла. Тора разрешает есть мясо животного, только если оно было зарезано по всем правилам еврейской шхиты. А здесь, после того, как его побьют камнями или еще как-нибудь, то он уже падаль. Падаль есть совсем нельзя. Зачем же нужно было говорить, что мясо его нельзя есть? И дальше Тора еще прибавляет. Ну, хозяин быка чист. Что же хозяин быка чист? А мы могли бы думать, что его можно обвинить в том, что его бык забодал человека? Не он же убил человека. Это его бык убил. Как мы все это понимаем? Говорит Раши. Если бык забодает, конечно же, речь идет здесь не только о быке, это только архетип. Здесь имеются в виду любые домашние животные или другие живые, даже не домашние животные, которые им принадлежат какому-то человеку, то есть имущество человека, которое и забодало. Ну, а почему Торопа припомянуло бык? Да потому, что наиболее часто случающееся среди людей животное, которое может проявить подобного рода неожиданно агрессивные действия, это бык. Мясо его не следует есть. Мы спросили, какая была вообще, какая могла быть здесь мысль, что можно было подумать, что мясо это можно есть, ведь это же падаль. Меня это здесь в виду, говорят мудрецы, вот что. Даже если еще не побили камнями, а именно, только состоялся суд, в результате которого было вынесено решение, чтобы их действительно забодал и в результате погиб человек, и поэтому его нужно побить камнями. Если еще до того, как это решение было приведено, проведено в жизнь, если хозяин его зарезал, уже осужденного на смерть быка, то вот тогда тоже есть его мясо нельзя. А что же означает тогда хозяин быка чист? Это можно употребить, ведь не могли же мы подумать, что кто-нибудь собирается обвинить хозяина в смерти человека, когда на самом деле не хозяин же его забодал, бык его забодал. Это можно уподобить разговорному выражению, что кого-то мы говорим его обчистили, то есть он еще обчистили, что он остался без денег, то же самое здесь. Это означает, что он потеряет свое имущество, когда ему уже нечего использовать. То есть, в данном случае имущество, которое он теряет, это бык, этого быка не только мясо, его нельзя есть, но и использовать его никоим образом нельзя, он абсолютно запрещен к любому использованию, к любому получению от него, какой бы то ни было пользы. Задим себе вопрос, почему нам так очевидно, что хозяин быка никоим образом не виноват в произошедшей трагедии. А почему бы нам не сказать, если у тебя бык, стереги его. Бык бодался? Может быть, в этом все-таки есть вина человека, который не устерег его. Сразу же в следующем стихе Тора говорит, ну если бык бодался и вчера, и позавчера, и его хозяина предупреждали, но тот не устерег, и он убил мужчину или женщину, то быката надо побить камнями, а вот его хозяин так же умрет. Пока еще что означает так же умрет? Говорят, наши мудрецы он умрет по воле небес. Вовсе речь не идет здесь о смертной казни, потому что человека можно казнить только за намеренное убийство, которое было совершено им, а здесь это было совершено убийство его имуществом, поэтому о казни здесь речь не идет, но он уже виноват, и поскольку он виноват, он будет отвечать уже перед небесами, Всевышнего наказания. Получается, что есть случай, в котором ответственность за происшедшее возлагается на хозяина, а есть случай, в котором не возлагается. Случай, в котором ответственность возлагается, сформулирован так, Но если бык бодался и вчера, и позавчера, и его хозяина предупредили, вот в этом случае он несет ответственность за происшедшее. Не перед судом его не казнят за убийство, но перед Божьим судом он виноват, как косвенная причина происшедшей трагедии. Смысл в этом вот какой. Бык – это мирное животное. По природе своей бык мирное животное никого не трогает. Конечно же, если его разъярить, если с ним обращаться как треодор на кориде, тогда, конечно, он расферепеет. Но обычный бык, когда мимо него проходят люди, у него нет никаких агрессивных намерений по поводу к ним. Поэтому в этом случае хозяин не обязан его стеречь. Невозможно заставить хозяина постоянно стеречь свое безобидное имущество. Вот только если бык уже проявил свою агрессивность… А как это произошло? Что он… Сказано, что он бодался и вчера, и позавчера. Что означает он бодался вчера и позавчера? Все вместе, говорят наши мудрецы, имеется в виду, три раза он уже бодался. Значит, был три раза зафиксирован факт того, что он бодался. И плюс его хозяина предупредили. То есть, при свидетелях его предупредили. Смотри, твой бык бодается. Ты теперь его обязан стеречь, потому что он уже перешел из категории совершенно безобидного, обычного, мирного быка. Когда он перешел в категорию быка-хулигана или быка-террориста, теперь это уже агрессивное животное, теперь ты обязан его стеречь. И если ты его не устерег, то тогда ты несешь ответственность за причиненный ему щерб. Более того, если этот бык кого-то забодал, и тот погиб, то ты ответственность несешь перед Богом за то, что ты стал косвенной причиной гибели человека. Этот переход из одной категории в другую, естественно, в Талмуде, он обсуждается. И есть обычно два объяснения, что здесь происходит. То есть, бык по природе своей мирное животное. А что произошло после того, как он три раза бодался? Возможно, одно из двух объяснений. То есть, бык в общем и целом, быки мирные животные. Но этот бык агрессивный. Только когда он, я об этом еще не знаю, если он первый раз кого-то забодал, я говорю, ну, это случайность. Быки же, быки все же, они мирные животные. А он один раз забодался, случайность была. Не знаю, может быть, кто-то его красной тряпкой случайно назвал. Или еще что-нибудь. Или, не знаю. Второй раз он забодал кого-то. Ну, это еще тоже случайность. Ну, бывает. Солнце, может быть, не так как-то загорело. Может быть, еще что-нибудь с ним случилось. Не знаю. Вот после того, как он третий раз забодался, вот здесь уже случайности перешли в закономерность. То есть, здесь раскрылся путем троекратного повторения, раскрылся факт того, что этот бык не такой, как все остальные. Все остальные мирные, а этот агрессивный. Стало быть, хозяин отныне обязан его стеречь. Второе возможное объяснение – не такое, что произошло изменение природы. То есть, этот бык, он тоже, как все быки, мирное животное. Только что в нем происходят какие-то изменения его психики, в результате которого он становится агрессивным. Это не происходит сразу, это не происходит моментально. Но путем повторения этих агрессивных актов, агрессия становится его новой природой. И до трех раз еще это изменение не произошло. После трех раз мы свидетели того, что его природа поменялась, и отныне нужно его стеречь. Продолжаем дальше Тора. Так, то, что сказано, хозяин его умрет, мы сказали, не по приговору суда. Суд не имеет возможности приговорить его к смертной казни, потому что не он был здесь убийцей, а его бык. Если его обяжут выплатить выкуп, то пусть он даст выкуп за душу, какой выкуп, какой будет на него наложен. И хотя сказано здесь, если его обяжут выплатить выкуп, не имеется здесь в виду, что это еще бабушка Надовой сказала, может быть, обяжут, может быть, не обяжут, может, пожалеют. Нет, выкуп ему, безусловно, придется платить. Но вот только по поводу того, каким образом определяется сумма выкупа, здесь есть спор между мудрецами. Выкуп этот, как сказано, выкуп задушен. А за чью душу? Самое простое понимание, как за чью? За душу погибшего. Но тогда это называется не выкуп, тогда это называется компенсация. Выкуп – это когда я себя выкупаю. Если человека взяли в плен, от него требуют выкуп. За что? То есть он дает выкуп вместо себя. Значит, с одной стороны, более логичным, казалось бы, объяснить, что за душу имеется в виду душ погибшего. А с другой стороны, выкуп, все-таки слово выкуп ведет к тому, что это душа хозяина быка. Раши здесь приводит, пусть он даст выкуп за душу. По мнению раби Ишмаэля, здесь речь идет о компенсационной выплате за душу убитого. А рабя Кива говорит – нет. Имеется в виду, речь идет здесь, о выкупе души, причинившего ущерб. Это может быть разница очевидная в деньгах. То есть ведь каждый раз, когда мы говорим о компенсации или выкупе, о ценности, точнее стоимости того или другого человека, речь идет о возможности оценить его, сколько он стоил бы, если бы его продавали в качестве раба. Поэтому если, скажем, погибший человек в качестве раба был, мягко говоря, не очень ценный, знаю, скажем, пожилой и больной человек, работавший преподавателем истории, в качестве быка он, мягко говоря, в качестве раба он, мягко говоря, не очень… А убивший был здоровый, сильный человек. В этом случае понятно, что есть разница. Цена, если мы оцениваем душу убитого, то это скромная сумма, а если мы оцениваем душу хозяина быка, молодого атлета, тогда это уже совсем другая цена. Поэтому здесь есть вот этот вот спор между раби Ишмаэлем и раби Акивой, каким образом вычисляется этот выкуп, является ли это выкупом за душу виноватого хозяина, который у него стерег своего быка, или имеется здесь в виду компенсация за душу погибшего человека, которого бык забодал. Сын или забодает, или дочь, по этому закону надо поступать с ним. Если бык забодает раба или рабыню, то и господину надо дать 30 шекелей серебра, а бык будет побит камнями. Сын или забодает, или дочь, то есть, если погибший он малолетний, сын или дочь, то тот же самый закон, он не изменяется, тот же самый закон, то есть, если это был обычный бык, не бык-террорист, не бык-рецидивист, тогда хозяин быка чист, то есть, только убивают тогда быка, и хозяин не может получать никакой пользы от этого быка, ни мяса его есть, никаким образом его туши использовать, а если это был уже бык, если был свидетельством, что бык это три раза бодался, и он уже бык-бодучий и террорист, тогда хозяин в этом виноват, и он должен заплатить выкуп, и есть у него проблемы с высшим судом. Но вот если бык забодает раба и рабыню, вот тогда закон изменяется, то и господину надо дать 30 шекелей серебра, а бык будет побить камнями. Что касается быка, то его судьба не изменяется от того, побил ли он свободного человека или раба. Но что касается денежной выплаты, она здесь совершенно другая, здесь не оценивается, сколько конкретный погибший человек, сколько стоила бы жертва, если бы ее продавали на невольничьем рынке, а здесь есть строгая фиксированная выплата, 30 шекелей серебра, вне зависимости от того, кто был пострадавший, был ли это раб, который совсем в качестве раба не годится, который стоил бы, если бы его продавали копейки, или был этот раб, за которого бы отдали большие деньги, поскольку он очень обытоспособный, разницы здесь нет, Тора установила жесткий штраф в 30 шекелей серебра. Есть вопрос. Да, есть вопрос. Для признания Бука Муад, то есть, бодучим террористом, на третий раз необязательно, чтобы предыдущие два раза он забодал свои жертвы насмерть. Да, безусловно, не нужно, чтобы он забодать насмерть, это уже вопрос об удачности самого теракта, а для того, чтобы настизнет сам факт бодучести. То есть, если он стал бодучим, сам тот факт, что он бодался, то этого уже достаточно для того, чтобы, если три раза это произошло, этого достаточно для того, чтобы его перевести в разряд Муад, бодучего быка-террориста. Дальше Тора переходит к новой теме по поводу ответственности человека за материальные ущербы. Мы здесь уходим, Тора от вопросов физических ущербов и приходят к материальным ущербам в основном, которые приносит не сам человек своими действиями, а которые приносят, наносят его имущество, ему принадлежащее. А в вопросах ответственности Тора говорит дальше. Поскольку эта тема обширная, то мне кажется, что было бы ее целесообразно не разрывать, а ставить ее целиком на следующий урок, а оставшиеся несколько минут посвятить приходящему, уже совсем-совсем близко подходящему празднику Роши Шана. Начиная с Роши Шана, Роши на день суда, наши мудрцы говорят, что есть понятие асэры тимей чува, 10 дней чувы. Что это за 10 дней чувы? Это 10 дней от Роши Шана до Йома Кипури. Йома Кипури – это 10-е тишрей. Стало быть, если есть 10 дней, то они начинаются, безусловно, с первого дня Роши Шана. И обычно все так повторяют, да, Роши Шана, асэры тимей чува, в 10 дней чувы. А почему дни, первые два дня, дни Роши Шана, каким образом они оказываются днями чувы? Ведь Аллаха запрещает даже упоминать грехи. И то, что нельзя каяться в грехах, нет виду, нет покаяния, которое есть в Йом Кипури. И не только, что нет покаяния, нельзя даже упоминать греха. В некоторых, некоторые молитвы, которые произносятся Авину Малкейну, самая первая строчка Авину Малкейну Хатану Лафанеха, отец наш, царь наш, мы грешили пред тобою, некоторые пропускают. Роши Шана в день, когда мы славим Всевышнего как царя вселенной, когда мы его коронуем как царя вселенной, в этот день упоминать грехи. Не горжи. В этот день, весь день посвящен, если человек откроет только Махзор, посмотрит все молитвы на Рошана, весь этот день посвящен только факту того, что Всевышний царствует, и мы просим, чтобы это царство раскрылось, чтобы пришло освобождение, чтобы Всевышний раскрыл свое царство, чтобы оно стало очевидным. Вроде бы никакой чего и не занимаемся, ни исправлением грехов, ни исповедью, ничем. Каким же образом это входит? В десять дней шувы. В чем Рошиша на день шувы? Штука в том, что грехи-то в основном, которые мы делаем, и те, которые нам нужно исправлять, из-за которых нам нужно делать шуву, это не те грехи, которые приходят из-за каких-то серьезных причин. А, скажем, человек утром, проснувшись, когда будильник у него звонит, он знает, что ему нужно сейчас быстро одеваться и бежать на молитву, но ему хочется еще понежиться в кровати под одеялом, еще пять минут, еще шесть минут и в результате он опаздывает на молитву, который раз. Ну и что будет после Рошиша на и после Йома-Ки-Пури? В Йома-Ки-Пури он раскается, он очень раскается в том, что он опаздывает на молитву, он попросит прощения у Всевышнего за то, что он опаздывает на молитву. И что и после этого, после Йома-Ки-Пури? После Йома-Ки-Пури ему не захочется под одеялом еще пять минут приезжать, обязательно захочется, и он опять будет лежать. Тогда в чем тогда смысл всех этих десяти дней шувы? Что тогда можно исправить, если мне понятно уже сейчас, что очень-очень сожалею о том, что я опаздываю на молитву, потому что люблю еще после того, как будильник позвонил, еще пять минут полежать. Опять же это будет продолжаться и после Рошиша на и после Йома-Ки-Пури тоже. Что же я могу здесь исправить? Штука вот какая. Почему действительно происходит вот подобного рода вещь? Почему человек предпочитает пять минут еще полежать под одеялом и не побежать на молитву? Он же знает, что на самом деле молитва – это очень важная вещь. Он же знает, что это важнейшая вещь, и опоздание подобного рода на молитву для того, чтобы еще полежать, оно выражает пренебрежение человека молитвой. Знает же? Знает. Он знает это чисто теоретическим холодным знанием, но не чувствует это. Не ощущает человек, что за подобного рода вещь и подобного рода поведение ему придется расплачиваться. Это вера теоретическая. Да, в книжках написано, но человек этим не живет. Человек это не чувствует. Человек это не ощущает. То есть, если бы человек действительно ощущал то наказание, которое ему придется понести за пренебрежение к молитве, за то, что он предпочитает лежать еще под одеялом и не приходить вовремя на молитву, а приходить с опозданием потом к молитву, если бы он ощущал, что будет неизбежно из-за этого наказания, он бы выскочил из-под одеяла, достаточно вспомнить только советскую армию, когда сержант кричал, рота, подъем, и все за 50 секунд тут же выскакивали из-под одеяла, одевались. Естественно, если ты этого не сделаешь, на губу попадешь, и это все очень ощутимо. Губа ощутима, а божье наказание, оно теоретически где-то там. Поэтому для того, чтобы единственная возможность перестать делать такого рода грехи, это прийти к ощутимому осознанию того, что наказание неизбежно. За каждый проступок. Для этого человек должен укреплять веру. Без этого чува невозможна. Этому и посвящен День Роша Шана, укреплению веры. Мальхуйот – первая часть. Сама вера в то, что Всевышний создал этот мир, и он царь этого мира, и он управляет этим миром. Этого мало. Есть еще и Зихранот и Шофарот, то есть то, что он этим миром управляет, есть Ашгаха, есть провидение. И он этим миром управляет и знает о поведении каждого человека. И помнит о каждом поступке, который человек сделал. И помнит о каждой мысли человеке, о каждом слове сказанном. Помнит и воздает каждому человеку по его поступкам в точности. Вот усилению веры в это и посвящен День Роша Шана. И первый его день, и второй его день. Со всеми его молитвами и со всеми его сосредоточениями. Если человек в действительности сумеет поразмыслить над этим и воспринять это, то, безусловно, он в себе укрепляет веру. Тогда уже с этой укрепленной верой в оставшиеся восемь дней чувы, ему легче будет действительно сдвинуть себя с мертвой точки и привести к тому, что те самые грехи, которые с года в год он совершал, постараться начать хотя бы как-нибудь здесь изменять. Тогда это возможно. Без этого, без того, что человек укрепит свою веру в проведение Всевышнего и в его воздаяние, без этого чува невозможна. Мы будем очень-очень сожалеть о тех грехах, которые делаем, и будем их повторять еще раз, и еще раз, и еще раз. Для того, чтобы так не было, для этого и нужен нам эти первые два дня Роша Шана для укрепления веры. После этого мы уже можем заняться уже конкретными нашими грехами и их исправить. Шана Тува, Ктива, Вахатима Тува. С Божьей помощью встретимся в следующем году.